День города. В студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. С дубликатом бесценного груза в Рио губернатора сегодня вручил паспорта 30 школьникам. Триумф королевы Квадов. Рязанская фигуристка Александра Трусова поменяла коньки на кеды. Стихийное свинство. Возле Рязани растет число несанкционированных свалок. 30 школьников 28 районов Рязанской области сегодня получили паспорта из рук в Рио губернатора Павла Малкова. Тражественное вручение главного документа открыло акцию «Мы граждане России», которая проводится в Рязанской области с 2002 года. В этом году мероприятие приурочили ко Дню России. Первый в жизни официальный документ – паспорт. Получение его означает многое. Новая ответственность, новые обязанности. Сегодня в зале торжеств правительства региона самые яркие представители – рязанских школьников. Начинается новый этап биографии. Вы стали взрослее, получили удостоверение личности, ну и теперь вправе сами принимать многие решения. Взвешивайте каждый шаг и помните всегда об ответственности за все свои поступки и за всю свою жизнь. Какой она будет, это зависит на самом деле только от вас. Вы все молоды, но уже многого добились. Я знаю, что здесь собрались необычные ребята. И вот именно такие люди, амбициозные, активные, нужны региону. Среди собравшихся будущие артисты, ученые, спортсмены и врачи. Профессий много. Какой путь выберет каждый из этих ребят пока неизвестно, но поддержка и мотивация у них уже есть. Хотел бы связать жизнь с чем-то творческим. Например? Ну, например, артист. К примеру. Как вариант. Я испытываю, можно сказать, гордость за свою страну. И мне нравится как бы быть уже самостоятельным человеком. Я стала частью российского государства. Я стала частью гражданином. Я стала взрослее. И, конечно же, получение паспорта – это очень удивительный, волнительный момент. И я запомню его. Я очень люблю рисовать. Я хожу на художественный кружок. И я планирую стать дизайнером. Что свяжется в свою жизнь? Пока, предварительно. Наверное, с животными. Помогать природе, животным, бездомным. Благотворительность. Кем бы ни стали эти ребята в будущем, они уже к своим 14 годам демонстрируют активную гражданскую позицию. Отличники учебы, музыканты, спортсмены, волонтеры и активисты молодежных организаций. Впереди у них целая жизнь. И при том же подходе она непременно будет успешной. Рязань триумфально встретила ледовое шоу «Союз чемпионов» от Евгения Плющенко и особо «Рязаночку» Александру Трусову. Серебряного призера Олимпиады в Пекине ждали с нескрываемым восторгом. И сегодня в соцсети буквально забиты разного рода видео. Мы попытались их собрать в одном месте. «Союз чемпионов» от Евгения Плющенко сегодня, пожалуй, главное шоу в российском фигурном катании. В составе сплошь звезды. Аделина Сотникова, Алена Косторная, Марк Кондратюк, Дмитрий Алиев, ну и, конечно, Александра Трусова. На родном для себя льду королева квадов выступила с показательной программой «Фрида». В образе этой волевой мексиканской художницы, напомню, в прошлом году Александра выиграла гран-приз США, а в серебряном для себя Пекине выходила в короткой программе. В Рязани у Александры свой фан-клуб, который после выступления фигуристки буквально забросал арену Олимпийского мягкими игрушками и цветами. Рязанская звезда фигурного катания выступила с двумя номерами – одиночным и парным. Все это было вчера вечером, а уже сегодня утром на соревнованиях «Неделя легкой атлетики» в Москве серебряный призер Олимпиады в Пекине Александра Трусова выступила в секторе прыжки в длину. Смена амплуа 17-летней спортсменке пришлась по душе. По ее собственным словам, это была давняя мечта, что же до спортивного результата, то в своей лучшей попытке Александра показала 4 метра 19 сантиметров, что, кстати, соответствует второму юношескому легкоатлетическому разряду. В общем, талантливый человек, талантлив во всем. О появлении в Рязани нового арт-объекта на фасаде 11-й больницы «Танцующие журавли» мы уже вам рассказывали. Но оказалось, что это не частная инициатива, а общероссийская. Сегодня о ней подробнее. Всероссийский проект «Рисунки на здоровье» в первую очередь проект социальный. На стенах российских больниц и детских поликлиник появляются настоящие шедевры. Арт-объекты создают для того, чтобы детям в больнице ходить было не страшно и чтобы здания были ярче и красивее. Первый такой объект «Танец журавлей на рассвете у пруда» в Рязани появился на фасаде 11-й больницы. Нужно сказать, что проект «Рисунки на здоровье» курируют и волонтеры культуры, и наша библиотека имени Горького, сотрудником которой я являюсь. То есть, опять же, при поддержке библиотеки этот проект стал возможным. Это и материально-техническое сопровождение, и информационное, и вся возможная поддержка, которую только могли нам предоставить в библиотеке. Наши художники на стене детского инфекционного отделения создали арт-объект «Журавли, танцующие в кувшинках на рассвете». Такое поэтичное название, и надо сказать, что сам арт-объект получился очень красивым, и мы хотели, чтобы он был и радовый глаз, и детям, и взрослым. То есть, он получился такой достаточно универсальным. Команда из семи человек воплотила эскиз всего лишь за пять дней. Работали фасадной краской и баллончиком. Сложнее всего, говорит Александр Синицын, один из художников этого проекта, было нарисовать журавлей. Ведь там достаточно мелкая детализация. Вот это ощущение журавлей, танцующих в кувшинках на рассвете, да, это вот та ассоциация, знаете, такой свободы, чистоты и рассвета во всех его смыслах. Поэтому мне хотелось это посвятить и одному человеку, и городу, и природе в целом. Потому что журавли, они у нас тоже обитают в Окском заповеднике, и кувшинки водяные лилии, то есть, это тоже такая заповедная история. То есть, это, ну знаете, объединило сразу вот три смысла. Этот проект впервые стартовал еще два года назад в Новосибирской области. Но далее он ушел по России и добрался до Рязани. У волонтеров культуры очень много направлений. Это библиотеки, музеи, это большие мероприятия. У многих волонтеров культуры есть свои проекты. То есть, мы работаем и с детьми, с ОВЗ. То есть, у нас есть проект «Теплые сердца» библиотеки для слепых. Это делают волонтеры культуры. И делают это для людей старшего поколения, то есть, проекты. То есть, направлений волонтеров культуры очень много. «Танец журавлей на рассвете у пруда» – первая работа из большого федерального цикла. В августе Рязанская творческая группа продолжит реализацию всероссийского проекта «Рисунки на здоровье». Следующая в списке – областная детская клиническая больница. Герман Гущин, Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Диалог с банком – лучшее решение, если вы по какой-то причине не можете платить по кредиту. Так считают сами банкиры. Для особо ответственных у них есть отдельное предложение – кредитные каникулы. Это, конечно, не отмена платежей, а скорее их перенос, но на нужную вам дату. Тем более, их можно прервать в любой момент или погасить долг досрочно. Долг по кредитам в нынешних условиях для многих, как тяжелая гиря для пловца, которая тянет все глубже на дно. Понимая это, федеральный центр объявил о старте компании «Кредитные каникулы». Это период сроком до полугода, когда заемщик может не платить по кредиту вообще или уменьшить размер ежемесячных платежей до приемливого уровня. Физические лица ими могут воспользоваться, если их доход упал более чем на 30%. Единственное, это, конечно же, нужно подтвердить. Подтвердить это можно документально с помощью справки от работодателя, справки из налоговой. Возможно, это какой-то длительный больничный, его тоже можно представить, соответственно, потери дохода. Это может быть, если увольнение, это справка с биржи о том, что вы трудоустроились на биржу. Кредитные каникулы можно получить по всем кредитам, заключенным до 1 марта 2022 года. Льготный период будет составлять до 6 месяцев. Во время этого льготного периода прекращается начисление всех штрафов, пении и так далее, других каких-то там неустойок. Между кредитными и ипотечными каникулами есть большая разница. Ипотечные каникулы – это отсрочка платежей только для ипотеки. Кредитные каникулы предоставляются по нескольким видам займа. Главное условие – снижение дохода. Если это подтверждено документами, то банк не может отказать в каникулах. Что касается ипотечных каникул, то решение принимает банк, исходя из жизненной ситуации заемщика. Получить их можно не только при снижении дохода, но и, например, при длительном лечении или потере работы. Если вдруг человек не подходит под условия закона о кредитных каникулах, тогда, в принципе, можно обратиться в кредитную организацию, в которой вы брали этот кредит. И кредитная организация может оформить вам реструктуризацию вашего долга по собственным программам. Такое тоже есть. Что по статистике на сегодня в Рязанской области? Физические лица клиенты банков, заемщики банков, оформили 286 договоров. Изменение условий 286 договоров на сумму 128,5 миллионов рублей. В общем, если вы потеряли работу или лишились значительной части заработка, то это не повод для паники. Стоит всего лишь обратиться в банк, и там вам предложат выход из ситуации, наиболее комфортной для вас. Ведь задержки и невыплаты влияют на кредитную историю. Ее оценивают при выдаче новых заемных средств, оформление полюсов и иногда при трудоустройстве на работу. Поэтому даже в непростой жизненной ситуации необходимо приложить максимум усилий, чтобы сохранить статус ответственного заемщика. Тем более сегодня, когда кредиторы готовы идти навстречу. Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». С начала этого года в Рязани и области специалисты Россельхознадзора выявили шесть несанкционированных свалок. Здесь и бревна, и доски, и много еще разного рода твердых бытовых отходов. Валерий Седов узнал их дальнейшую судьбу. Здесь, на территории Дубровича, только одна из шести несанкционированных свалок. Всего в Рязанской области их три. Общей площадью почти два гектара. Проблема еще и в том, что находятся они на землях сельскохозяйственного назначения. Полиэтилены, бутылки, доски, обгоревшие бревна – все это сразу бросается в глаза. А еще шины. Есть тут и они. Это, кстати, отходы четвертого класса опасности. По закону их нужно сдавать. Например, в шиномонтаж. Да еще и доплатить. За такую вот утилизацию попросят от 20 до 50 тысяч. На одной только этой свалке штрафов наберется на несколько десятков тысяч. А это только одна из трех новых помоек в Рязанском районе. В этом году у нас уже установлены два случая. То есть две свалки с загрязнением. То есть установлены, отбирались пробы сотрудниками. Установлены загрязнения тяжелыми металлами. То есть уже эти участки, которые, даже если убрать весь хлам с территории, с поверхности почвы, уже эту почву нельзя использовать сельхозпроизводство без рекультивации, восстановления, нарушения части. Свалка в Дубровичах – одна из таких. Пожаловались на нее местные жители. Кстати, уже не первый раз. В прошлом году ее убрали, штрафы выписали. В этом она появилась снова. Площадью почти в пять тысяч квадратных метров. Остальные пять менее масштабные. Тысяча квадратов в Шацком районе и три тысячи в Спасском. По результатам данных мероприятий, всем владельцам этих земельных участков, сельхозназначения, где были выявлены свалки, управление выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Связано почему предупреждением, предостережение, потому что в этом году у нас ограничение, наложенное законодательством на возбуждение дела административных правонарушений. Сейчас закон руки все же связывает. В прошлом году, например, на уборку территории от мусора старались давать минимальный срок. Месяц, а то и два. На рекультивацию – семь. В 2021 году выявили 13 таких свалок. Штрафов выписали на миллион с лишним. Сейчас контролируют предостережениями. И, видимо, не зря. Местные жители рассказали, что заметную часть несанкционированные мусорки уже вывезли на 15 КАМАЗах. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Еще больше новостей. На нашем сайте www.gorod62.tv И на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин